В прямом эфире «Утро в Петербурге» Николай Растворцев, Марина Иковахонская. В вашей компании «Чтобы владеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом». Так называется одно стихотворение, которое помогает понизить собственный голос. И действительно, при помощи этого инструмента мы не просто общаемся, а выражаем свои чувства, эмоции, радуги, наоборот, пугаем красотой звучания. Чтобы на одних уметь повышать голос, а в какие-то моменты его понижать, надо это уметь делать. Во Всемирный день голоса к нам пришел заслуженный артист России, солист самых известных в театрах мира, преподаватель вокала Владимир Сапсонов. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить с вами о голосе как об инструменте, который вроде бы изначально базово доступен всем нам. И если любой артист должен владеть голосом, того требует профессия, а вот не на сцене, но в жизни, какие задачи, на ваш взгляд, можно решить силой голоса? Ну, силой... Вы помните, слово можно и оживить, слово можно и убить. Это верно. Вот. И как вы произносите это слово, вы же можете сказать, допустим, одни и те же слова, но разным голосом. То есть, допустим, я тебя люблю. Или я тебя люблю. Это меняется по полный смысл, тут меняется на противоположное даже, только от того, каким голосом вы это сказали. Поэтому, конечно, голос является частью даже манипуляции человека, как телефонные мошенники, как они с вами мило разговаривают, убедительно, понимаете. Или в то же время вы всегда по голосу иногда достаточно опытные люди чувствуют, что их обманывают, что их разводят, понимаете. Или наоборот, что это искренне говорится. Поэтому голос для человека очень, как можно сказать, он может благодаря голосу сделать и карьеру, и благодаря голосу очень много вещей. Но тем более говоря о певцах. Но если мы говорим о певцах и о голосе певцов, и вообще как голосе таковом, то тут, конечно, должна быть абсолютно четкое такое слово, такое не очень хорошее, наверное, для этого подойдет, сегрегация. Понимаете, у нас немножко так замылилось, так вымылось это значение этого слова, которое было раньше. Голос для певца – это действительно голос. Сейчас поют все. У нас появились караоке, у нас появились всякие такие моменты в эстраде, где уже, казалось бы, и голос даже не важен. А вот голос – это действительно в начале 20-го, в конце 19-го века – это было значение, что у вас есть феноменальные способности. То есть вы можете своим голосом, вот мой прадед, допустим, голосом, он бывший солист, не бывший, он был солистом императорского Мариинского театра, он тушил керосиновые лампы и свечи в церквах, где он пел, гасли. Вот это голос, понимаете? Не голос как таковой, вот наш с вами разговорный, есть разговорный голос и певческий. Это все тренируется, Владимир? Это от Бога. От Бога? От Бога, понимаете? Такой голос, конечно. Я вот вам говорю, что сейчас, почему невозможно, чтобы сейчас есть такая тенденция, очень много певцов, даже оперных певцов, очень много. Когда я пришел в Мариинский театр в начале 90-х, там труппа была, по-моему, человек 40, не больше. А сейчас там сотни певцов. Я всегда говорю, вы понимаете, в чем дело, голос – редкий дар. Вот как редкий дар, когда начинает человек петь, и вдруг как раз, и потекли. Вот этот дар, он редок, как редкоземельный материал. Вот золото, алмазы. Их много? Платина? Нет, не много. Поэтому они золото, алмазы и платина. Так и с голосом, понимаете? Вот такой настоящий большой голос, он очень редкий, очень редкий. Вот мы от дара хотим все-таки перейти к нам, простым, смертным, неодаренным, но тоже хочется владеть своим голосом, исходя из того диапазона, который вот тебе отмерил. Каким образом тренировать силу голоса? Что вы можете посоветовать, когда начинать? Если не нравится свое звучание, если какие-то есть претензии. Послушайте, голос, я всегда говорю, он как ребенок. Вот вы забеременели, у вас ребенок, он должен выйти из вас. Вот если у вас есть голос, он из вас выйдет, он поведет вас в училище, к педагогу, к частному. Он будет переть из вас, вот вы как шило из мешка. Вы вынуждены будете его родить. Это я вижу по своим ученикам, когда приходят, уже даже будучи большими профессионалами, сделавши большую карьеру в совсем других профессиях. Но, естественно, голос требует, что самого главного? Ну, это, в первую очередь, дыхание. Вы же, вот чтобы тронуть струну на гитаре, вы же не прикасаетесь на рояле, вы же должны нажать на клавишу. Вот эту функцию выполняет дыхание для голоса. Оно должно тронуть наши связки. Вот когда мы выдыхаем, там у нас маленькие две связочки находятся в гортане. И вот воздух, когда проходит между ними, он их задевает, как две струны. Они натягиваются, то сильнее натягиваются в зависимости от высоты ноты, то меньше натягиваются, то с нотой ниже. А есть какое-то упражнение, может быть, чтобы посоветовать? Вы правильно сказали, поют сейчас все. Может быть, кто-то сегодня, вот сейчас встал, посмотрел на часы, этим утром пойду в душ, спою свою любимую песню. Но поет не как вы, не как оперный певец, а как вот... Для себя. Для себя, для соседей. Для душа. И следы не очень нравятся. Это неважно, душ заглушает... Раздражитель соседей, блядь. Но все-таки, с чего начать? Может быть, какие-то советы по дыханию? Чисто любительские, чтобы это звучало чуть более профессионально. Ну, во-первых, вам надо всегда следить за тем, чтобы вы не форсировали свой голос. То есть, что это значит? Вы вот когда кричите... Вот это вот в первую очередь не надо. Это, если хотите петь, пение всегда, это, как я говорю, текущая такая, вытекающая из вас река. Она не должна быть вот как вы нажимаете и откуда-то выдавливаете все. Это что вот... Часто вот вы слушаете певцов и чувствуете, он вообще не работает. У него просто течет все, и льется из него звук. Это засекает за счет того, что вы не форсируете вот этот выдох. То есть, мягко все. То есть, надо следить за тем, чтобы вы никогда не сдавливали. Голос должен вытекать. Вот как вы выдыхаете, вот так и должно быть. А если люди думают, что их просто не слышно, поэтому они стараются... Чем громче петь, тем лучше. Это самообман. Если как только вы начинаете давить на гортань, вы сразу себя глушите. Это вот в оперном театре, это четкая система. Как только вы начинаете зажимать свой голос и форсировать, вы остаетесь сразу за стеной оркестра. Вы его не можете пробить. Пробивает только звук, который летит и не сжимается. Ну вот как на рояле, накиньте одеяло, положите на рояль, он будет звучать бум-бум-бум или на гитару. Так здесь, как только она свободная, сразу звук начинает, что, за счет резонаторов вибрировать. Когда вы начинаете давить звук, вы отрезаете свои резонаторы. Они там лицевые есть, грудные резонаторы. Вот то, что начинает вибрировать в вас. Вы превращаете свое тело в скрипку, допустим, в деку рояля. И они начинают у вас все свободно. Как только вы сжимаете, все, уже вибрировать не можете. Вы глушите себя таким образом. Какое романтичное сравнение вы нам привели, если мы говорим про голосе не певческом, а нашим бытовом, которым мы разговариваем. Ну, вот бывают люди, очень тихо говорят, как-то невнятно. Тембр свой, опять-таки, не нравится. Интонация. Как здесь тренироваться? Повторять ли за диктором новостей? Читать по ролям что-то вслух? Что можете... Детям сказки, например, чтобы разные тембры, регистры выбирать. Ну, во-первых, вам надо понимать прекрасно, если вы читаете сказки, если вы хотите говорить, это уже мы говорим о театральном языке. Есть такая сценречь, называется в институтах театральных сценическая речь. Здесь требуется, конечно, абсолютное понимание, да и в музыке тоже, фразы. Есть такое понятие фраза. То есть вы говорите, допустим, можно говорить... И даже если вы говорите очень умные вещи, но говорите абсолютно на одной ноте, а это одна нота... То человек отключается от вас автоматически буквально через несколько секунд. Он не воспринимает вот эту одну такую тональность. Но когда вы говорите в большом диапазоне... На самом деле мы поем, мы все поем. Вы смотрите, да-да-да-да. И, кстати, в зависимости от национальности, все поют совершенно разные лады. Вот в зависимости... Вот, смотрите, грузины говорят или там азербайджанцы. А можете изобразить сразу так, чтобы кто-то из зрителей себя узнал? Вот смотрите, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Тише, баланс такой, тише, громче. Это главный принцип искусства, это контраст, принцип контраста. Когда вы говорите что-то тихо, 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 но ты понимаешь, что это так, то это действительно люди начинают действительно понимать. А когда ты понимаешь, что да-да-да, не слышат. Поэтому очень важно, чтобы люди, вот смотрите, вы с кем-то хотите кого-то убедить, говорите сначала мягко, мягко, спокойно, потом резко что-то вы говорите, и потом опять уходите на тишину. И человек тогда неустанно будет вас слушать, потому что он будет следить, и вот это изменение баланса все время будет держать его внимание, как за ниточку вы будете выделять человека. Владимир, в финале короткий вопрос. Вы, как профессионал, наверняка знаете, если человек, не будучи певцом, простудился или очень кричал на футболе, за «Зенит» болел против «Спартака», который завтра играет... Да, я поэтому не боюсь сходить, я боюсь, потому что я после «Зенита» уже все. Что делать с голосом, если у человека, у кого нет профессиональных данных с точки зрения певца или артиста, что быстро помогает восстановить голос? Быстро помогает тишина, то есть заткнуться, это называется у певцов, молчите. Самая большая, действительно, потеря голоса происходит во время разговора, тем более большинство, ну, все люди разговаривают неправильно. Это я вот говорю на постановке, в театрах учат, доматически говорят, мы поем 5-6 часов спектакль и выходим без проблем. Человек, который поет неправильно, вот это долгая рассказа, постановки, дыхание, это целая наука, они, конечно, говорят неправильно, и поэтому, так называемый, подсаживается голос. Что делать, чтобы быстро восстановить? Во-первых, замолчать, не говорить ни с кем, просто молчать, кивать головой, все, так несколько дней, и это уже будет вам большая польза. Второй вариант – это, смотрите, берете целлофановый пакетик, ставите целлофановый пакетик, на него ставите ватку, на ватку ставите, льете чуть-чуть, только не сильно, а то вы обожгете, подогретое растительное масло, вот это себе на горло и сверху шерстяным шарфом, и спать, ну, ночью спать. И на следующий день тоже стараться не разговаривать. Это вам поможет связки расслабить, и они быстро восстановятся. Ну, есть такое еще средство аптечное, там… Ну, мы не будем рекламировать то или иное средство, скажем, Владимир, да, вы пришли. Зайдите в аптеку и спросите. От охриплости голоса, от сиплости голоса, и вам посоветуют его ответы. Правильный запрос скажет, молчите, сказать спасибо. Да, 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 это дешевле, самый дешевый вариант, эконом-вариант. Спасибо вам большое за то, что пришли. Пожалуйста. Мы дали целую серию полезных советов для создания его величества голоса. Спасибо.